1 октября в России стартовал очередной осенний призыв. В этом году второй раз призывная кампания проводится в условиях введенных ограничительных мер, обусловленных комплексом мероприятий по недопущению распространения вирусных заболеваний. Несмотря на очевидные сложности, с которыми столкнулись сотрудники военкомата и органы власти из-за пандемии, призывная кампания этой весной в районе прошла успешно. Поэтому на стартовавший осенний призыв в российскую армию достаточно лишь использовать наработки и схемы, приобретенные в первой половине этого непростого года. С этим обратился военком Республики Адыгея Александр Аверин, главам сельских поселений на прошедшем совещании. Мероприятие прошло в режиме ВКС под председательством главы района Заура Хамирзова. В нем приняли участие начальник отдела военного комиссариата Республики Адыгея, руководитель отделения военного комиссариата Геогинского и Кашхабского районов, а также военноучетные работники поселений района. Тема понятна. И в чем, собственно, наша тревога и боль состоит, тоже понимаем. Все вы видите статистику, на сегодняшний день у нас коронавирусом воздвигается больше и больше количества населения, как Республика Адыгея, так и государство СССР. Поэтому рассчитывайте на то, что все у нас пойдет в плавные отроки, так же, как мы проводили призывы до этого на протяжении лет, рассчитывать не придет, не приходит. На сегодняшний день наша задача максимально ускорится и людей поддать войска до конца ноября месяца, не затягивать призыв до декабря. В ходе заседания о состоянии призывной кампании и о проводимой работе по оповещению граждан доложили главы сельских поселений. Подводя итоги совещания, Заур Хамирзов призвал всех ответственных лиц усилить контроль над проведением хода призыва на военную службу и принять все меры для обеспечения явки граждан на заседание призывной комиссии.